Солист музыкального ансамбля Вооруженных сил Украины Исмаил Курт Умеров расскажет сегодня о том, как встретили крымские татары оккупацию своей родины, о войнах, исповедующих ислам на полях сражений этой войны, и о том, как один клип с мусульманским салаватом принес Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов. В эфире новый эпизод подкаста латвийского радио «Предохранитель», который для вас подготовил журналист Рихард Плуме. Война в Украине идет уже 10 лет, но хотел спросить, какая была ваша жизнь до 2014 года? Что делали? Я крымский татарин, я родился в Крыму, уже в Украине родился я. И до 2014 года я был студентом консерватории. Я тогда уже учился в консерватории, я был вольным слушателем в консерватории на подготовительном курсе. И, получается, был Майдан, у меня были каникулы зимние, и я поехал на каникулы в Крым. К этому моменту Майдан как раз закончился, и началась аннексия Крыма России. Я тогда находился в Крыму еще. Когда было понятно, что в Крыму горячей войны не будет, ну и было понятно, что все, Крым оккупирован Россией, я после этого выехал, пошел в ЗСУ. Параллельно с учебой в консерватории я пошел в ЗСУ. Я был музыкантом до 2014 года, ну и после 2014 года я пошел вот в ЗСУ, и я пошел как музыкант. Мне там посоветовали пойти в военный ансамбль, так как в ЗСУ есть отдельная структура музыкальных коллективов военных. Мне сказали, что твоя профессия, вот музыкант, пойди в ЗСУ по профессии. Я пошел в ансамбль, и уже вот в нем остался. И вы были в Крыму во время аннексии Крыма. Как вы помните события того времени, как это все выглядело? Скажем так, я видел, как так называемые зеленые человечки заезжали в Крым. Ну это были российские военные, техника военная российская. Как они заезжали, как они, скажем так, захватывали здания, захватывали Крым. Воинские части окружали. Крымские татары тогда стали первыми волонтерами, которые помогали украинским военным. Они приносили еду им, части, те части, которые окружены были российскими военными. Какое-то время крымчане, особенно крымские татары, они устраивали мирные акции, поддержку Украины. Крымско-катарские женщины выходили на марш за Украину. Крымские татары, многие приходили в военкоматы, просили оружия, чтобы воевать с российскими военными. Но никто не отвечал. То есть никак это не было поддержано как в Крыму самом, военными украинскими и украинцами в целом, так и за пределами Крыма, грубо говоря, как таковой поддержки тогда в 2014 году. Поддержки украинской власти крымчане, крымские татары тогда не получили. Крым фактически был из-за этого и оккупирован. Понятное дело, что тут Россия виновата, просто Крым так легко ушел, потому что его никто не стал защищать. Кроме на тот момент крымских татар, ну крымские татары выходили на мирные протесты в основном. А когда они просили оружия, то никто им не отвечал. А почему вы думаете, вот такая реакция была от власти Украины? Они не понимали, что происходит или как бы вы сказали, почему так произошло? Скажем так, Украина в первую очередь, как вам сказать, украинский народ в своей стране очень долгое время не был хозяином. В тот момент, в 2014 году, когда все это происходило, ведь президент же убежал, Янукович, президента в тот момент не было в стране. А те, кто были у власти, они не стали брать на себя, ну например, отдать приказ защищать вооруженным путем Крым. Они по какой-то причине не стали этого делать. Плюс в Украине огромная куча была российских агентов, и по сей день там они есть еще. По сей день, конечно, намного меньше, но они до сих пор все равно есть. А в тот момент так вообще их было огромное количество и во власти, и во всех структурах всевозможных. Ну и самый такой последний момент, что никто как-то, видимо, не мог верить в то, что вот Россия, те люди, которые называли себя там братьями, братскими народами, взяла и направила войска в Крым, оккупировала его, и, скажем так, украинцы как бы не были психологически готовы, что нужно вот стрелять там и как-то воевать с теми, кто вчера называли себя братьями. Основная причина, что просто власть Украины на тот момент не готова была взять на себя ту ответственность. У вас было понимание, что вот происходит аннексия, но что за пару дней там будут начаться вот эти репрессии и все? Смотрите, мы все не знали, что будет вообще. Все, что мы знали, это то, что мы не хотим жить в России, мы не хотим жить при российской власти. Это в Крыму знали, особенно крымские татары. А что будет, как к нам будут вести себя по отношению к крымчанам, к крымским татарам, никто не знал. Единственное, что крымские татары относительно истории, в рамках истории, они не так давно еще пережили депортацию, пережили возвращение в Крым, когда их называли из-за пропаганды предателями и так далее. То, конечно, поэтому именно одна из причин, что крымские татары сразу вышли как народ. Они сказали, что мы за Украину, за целостность Украины, мы против России. Это было вот 26 февраля 2014 года, когда 15 тысяч крымских татар вышло под Раду Крыма. И тогда мы не дали проголосовать за то, чтобы юридически Крым вышел из состава Украины. И пошел в состав России. Собственно говоря, после этого митинга и началась уже вооруженная аннексия Крыма России. Крымские татары уже сразу поняли, что может быть потом, зная, как в истории против них поступала Россия, так можно сказать. Да, да, да. Мы это прекрасно помнили, понимали. Никто России не доверял, что бы она там ни говорила. Ваша семья там тоже в Крым была и пострадала как-то из вот этих репрессий? Ну, скажем так, я знаю лично людей, которые пострадали и которые сейчас, например, в тюрьме находятся. Вы знаете, как сейчас живут татары в Крыму? Какая там сейчас ситуация? Ну, вообще, когда Россия оккупировала Крым, тогда досталось в Крыму всем. И те, кто голосовал, и те, кто был против, досталось в том плане, что начали забирать большой бизнес у людей. Даже если человек был за Россию, но у него был какой-то хороший бизнес, который интересен другим людям из России, то эти люди лишались бизнеса. Очень много таких случаев было. Досталось, опять-таки, всем. Просто крымским татарам особенно, потому что они, ну, по сей день они не согласны с оккупацией, с аннексией. И по сей день они так или иначе это показывают. Сейчас люди живут, понятное дело, что те, кто жил своей жизнью, с кого не было особо что взять, и те, кто вот жили и молчали, тем как бы особо не досталось. Просто они, скажем так, лишились права, ну, что-либо вообще говорить. Разные случаи. Огромное количество людей оттуда уехало. Больше 50 тысяч только крымчан уехало до полномасштабной войны. После полномасштабной еще огромное количество уехало. Конечно, есть люди, которые привыкли. Все-таки 10 лет – это очень большой срок. Более того, скажем так, только последние вот года как-то начали поднимать вопрос Крыма. И как какие-то там начали делать хоть какие-то условия, хоть какие-то проекты, связанные с тем, что вот Крым все-таки не забыт, и что мы готовы там помогать крымчанам и так далее в Украине. Поэтому люди в Крыму, они, конечно, многие привыкли, многие уже адаптировались и бизнесы свои, и жизнь свою, скажем так. Но это нормально, когда ты 10 лет живешь, да, и о тебе никто там не вспоминает. То, конечно, любой человек привыкает, он адаптируется. Но большая часть, в частности, крымские татары, они все надеются, что все-таки деоккупация Крыма, она произойдет, и все вернется на свои места. Большинство, насколько я понимаю, все еще остались крымские татары там, да? Большинство там осталось, да, потому что, ну, во-первых, старики, они наотрез отказались выезжать. Да, они сказали, что да, мы не хотим в России жить. Просто при этом Крым – это наша родина, и мы 50 лет ждали, чтобы сюда вернуться, мы отсюда уже никуда не уедем. В том числе и многие молодые, они не стали оставлять своих родителей, поэтому большая часть крымских татар, они остались в Крыму, да, это правда. Есть какие-то крымские татары, которые вот партизаны? Я слышал, что есть примерно такая группа АТЭШ с украинцами, которые шпионят за оккупантами в Крыму. Что вы знаете о ситуации в этом плане? Ну, смотрите, я не смогу вам каких-то подробностей сказать, просто потому что там я, ну, не знаю. Но я знаю то, что так называемая, да, Бавовна, знаете, да, что это значит? Знаете, да, что поняли? Ну, вот в Крыму Бавовна постоянно происходит, и она происходит потому, что этому способствуют те, кто в Крыму живут. Я думаю, вы поняли мой ответ. Да. Крымские татары также были призваны в российскую армию, вы что-нибудь слышали о том? Крымские татары – это же такие же люди, как и все. И среди крымских татар тоже есть те, кто поддерживают Россию, например. Да, те, кто пошёл в армию, те, кто пошёл воевать. Таких, конечно, крымских татар их меньше, чем один процент, их очень мало. Просто они есть, и мы знаем их, мы знаем, кто это, не скрываем, мы не говорим, что нет, нет таких. Конечно, такие тоже есть. Их очень-очень мало. И, конечно, они своё как бы получат. Это, конечно, не секрет, что там много русских уже давно в Крым жили. Ну, возможно, такой провокационный вопрос, но, как вы думаете, какая часть вообще хотят, чтобы вот Крым, который был сейчас оккупирован уже 10 лет, чтобы Украина их освободила? Я имею в виду, что российская пропаганда уже 10 лет крутится, и, может быть, уже какая-то часть думает, что лучше жить под властью России. Что вы бы ответили? Ну, мне сложно говорить о процентах, какой процент хочет, какой нет. Там очень сильная пропаганда работает. Им по сей день там рассказывают, что сейчас Украина придёт, будет вас тут убивать и так далее. Вот. Они в это, к сожалению, верят. Украина, ну, старается со своей стороны тоже объяснить, что нет, это вам всё врут, что никто не будет вас убивать. Просто это война, это всё очень сложно. Я, скажем так, я точно знаю, что там есть процент достаточно большой, скажем так, славян, да, которые хотят, чтобы Украина вернулась. Просто потому, что при России там диктатура. При Украине, да, может быть, украинская власть не особо помогала как-то развиваться, но она хотя бы не мешала это делать. При России, если ты делаешь что-то, что идёт в разрез с тем, да, что считает власть, то тебе ничего не дадут делать. У тебя на законном уровне при России могут прийти и отобрать твой бизнес. Просто потому, что у них закон прописан так, что ты честно не можешь работать, как бы ты ни хотел. Ты не сможешь заработать ничего. Огромное количество моих там знакомых в Крыму, у кого какой-то бизнес, от малого до большого, все в один голос сказали, что если я буду работать честно, всё по закону, я не заработаю ничего. Поэтому мне приходится вот там какие-то шаги предпринимать. А из-за этого меня в любой момент, если там место, где стоит мой магазин, кому-то понравится, просто ко мне придут там из полиции и скажут, короче, у тебя вот это вот это неправильно, всё, мы у тебя это забираем. Поэтому, конечно, многие люди, они хотят, чтобы всё вернулось. Потому что в Украине какая-никакая, но демократия. А где-то даже больше демократии, чем в Европе или даже в США. А вы знаете, сколько примерно крымских татар сейчас воюют в украинской армии? Сколько их? Ну, примерно. Я не могу вам число назвать. Я знаю, что примерно в каждом пятом батальоне есть крымские татары. Каким было отношение украинцев к крымским татарам 10 лет назад и как оно изменилось? И изменилось ли оно вообще? Ну, 10 лет назад крымским татарам со стороны просто граждан Украины было либо нейтральное, либо они на нас смотрелись с интересом. То есть им было интересно, что это за народ. Это вот я говорю про большинство. После того, как крымские татары вышли поддержать Украину в феврале 26-го, то, конечно, украинцы, они очень зауважали крымских татар. Опять-таки, простые граждане, они всегда очень поддерживали и помогали, насколько они это могли сделать. Со стороны власти до аннексии, опять-таки, на крымских татар не обращали внимания, а где-то даже мешали как-то там развиваться. Но это было очень, так скажем, узконаправленно. В частности, в Крыму неоднократно были разные стычки, когда, например, в Крыму есть места, которые исторически, они там крымско-татарские, и в этих местах нельзя строить базар или еще что-то. Когда все-таки происходило такое, то крымские татары просили власть, чтобы дали запрет, чтобы убрали тот базар оттуда, потому что это место, ну, там захоронения еще при крымском ханстве и так далее. Власть не помогала этому, не способствовала тому, чтобы такие конфликты, ну, она не решала такие конфликты. И в итоге крымские татары потом выходили, и там происходил конфликт. В подобных вопросах украинская власть, она не занималась крымскими татарами до 2014 года. После 2014 года, ну, скажем так, больше стало проявлять внимания, но это все равно было мало. Вот более-менее сейчас происходит так, что все-таки украинская власть, она поддерживает, способствует созданию, развитию разных крымско-атарских проектов, направленных на развитие и помощь крымско-атарского народа. Просто однозначно от Украины, от украинцев плохого отношения к крымским татарам никогда не было. Всегда это было, либо это было такое, больше нейтральное, либо это было с интересом. Ну, а сейчас так в основном с интересом. С интересом, с благодарностью, с уважением к нам относятся. Ну, и мы точно так же, как у украинцев. Нет сомнения в том, что крымские татары хотят свободного Крыма, не хотят, чтобы Россия ушла оттуда. Но хотят ли татары тоже автономии от Украины? Ну, крымские татары в своем большинстве, они хотят крымско-атарскую автономию в составе Украины. Ну, я могу вот за себя сказать, то есть я не вижу Крым абсолютно автономным, там, и так далее. Я хочу быть в составе Украины. Я люблю эту страну, я уважаю этот народ. Вот просто я так же понимаю, что Крым – это моя историческая родина. Мы коренной народ этой земли, мы как народ появились на этой земле. Сейчас, до этого, так же боремся за освобождение Крыма. Поэтому, как коренной народ, исторически, в действиях своих сейчас, мы имеем на это право. Для нас это важно. Это единственный механизм нам сохраниться и развиваться как народу. Все эти годы мы постоянно должны были, знаете, в Украине есть такое слово «выборюваты». Выборюваты свои права, свое право на развитие, на жизнь в Крыму. Вот, и поэтому, да, мы хотим, мы требуем, мы просим, чтобы Украина, украинцы помогли. И в Украине появилась крымско-атарская национально-территориальная автономия в составе Украины. От скептически настроенных экспертов, политиков мы иногда слышим фразы о том, что не стоит думать о том, что Украина вернет Крым. Как вы считаете, насколько реально вернуть и что для этого вообще нужно сделать? Это реально. А для этого нам нужно, чтобы наши партнеры, Запад, США и остальные, они нам просто дали достаточное количество оружия, которое мы просим. Мы не просим сверх нормы, мы не просим чего-то сверх существующего. Мы просим столько, сколько нам нужно, чтобы освободить наши земли, нашу страну. Если это произойдет, то украинцы, Украина, мы сами сможем все сделать. Нам не нужны тут чужие войска, нам нужна просто помощь оружием. Если это будет, то это реально, мы это сможем сделать. Если не будет, то не знаю. То, скорее всего, мы будем просто вот как сейчас стоять на одном месте, потому что наши возможности ограничены. Мы слишком маленькая страна по сравнению с Россией. Россия, она слишком во многом нас больше и в количестве земель, территории, и в количестве ресурсов, и в количестве людей. Но, тем не менее, мы стоим, боремся, и мы даже освободили какую-то часть нашей территории. Почему 10 лет назад вы уехали из Крыма и вернулись в Киев? Почему не остались там, в Крым? Ну, я не хотел жить при России. Не хотел я жить. То, что они сделали, это несправедливо. Никто не звал их в Крым. Вот я был тогда в Крыму. Ну, народ Крыма, он не звал Россию, чтобы она там приходила со своим войском и устанавливала свои правила. Я не хотел жить там. Я видел, во-первых, справедливость по отношению к своей стране, к своему народу, к себе. Более того, я как бы помнил, да, кто назвал нас предателем. Это была СССР, в частности, это была Россия, Москва. И да, я не хотел там жить, поэтому я уехал. Уехал и сразу вот пошел в ЗСУ. И, Випевец, что повлияло на вас, почему вы выбрали вот этот путь? Ну, не знаю. Я как-то хотел, наверное, стране своей помочь, насколько я это мог сделать. Пришел в ЗСУ, и меня направили по своей специальности. Я, в принципе, занимался тем, что я умею и по сей день это делаю. Это тоже важно, это тоже нужно. Вы воюете тоже? Или ваши обязанности в армии только как певец у вас? Ну, скажем так, я в армии отвечаю за творчество. Через творчество, через пение, через музыку, через разные видеопроекты. Во-первых, поддерживаю, да, моральный дух военных и Украины в целом. Я фиксирую историю в своих проектах, то, что сейчас происходит. Вот, я рассказываю другим странам через свои проекты, какая Украина, какие украинцы, какие украинские военные. Например, да, один из моих проектов, это мы на праздник Рамадан, мусульманам спели салават мусульманский. И таким образом поздравили мусульман Украины и мусульман мира, которые поддерживают Украину. Весь мусульманский мир, он очень положительно отреагировал на это. Вот, у меня брали там интервью СНН, Аль-Джазира. И мусульмане из других стран, они начали нам писать, что нам тут Россия рассказывает, что вы фашисты, что вы националисты. А тут вы христианская страна, светская страна, военные на государственном уровне, да, делаете такой подарок мусульманам, поете мусульманский салават. То, конечно, это нам говорит о том, что Россия нас обманывает, потому что это не клеится с тем, что она говорит. И, например, для Саудовской Аравии этот клип, он стал последним аргументом, после которого она выделила Украине гуманитарную помощь в 100 миллионов долларов. Через свои проекты я в том числе и рассказываю другим странам, ну, какие мы на самом деле. Музыка, оказывается, может быть даже дипломатическим инструментом, если так можно сказать. Да, да, это очень сильный такой дипломатический инструмент, информационный инструмент. Мы после этого делали там и в поддержку евреев на Холокост, в поддержку крымских татар. Украина вообще сделала, ну, со всей Украины военные коллективы сыграли ряд крымско-катарских народных песен в поддержку крымских татар. Поэтому, да, это очень сильно поддерживает и вообще, ну, работает в мире. Если говорим об этих 100 миллионов, да, выкладывать столько денег за одно видео, это кажется невероятно. Почему эта страна решила действовать таким образом, как вы считаете? Ну, во-первых, это не только из-за одного видео, то есть там была проделана огромная работа государства Украины, дипломатов, консулов, просто разных людей. Просто клип, он поставил такую уже точку, потому что клип, он для Саудовской Аравии и вообще для мусульманских стран, это был такой сигнал от народа. Потому что одно дело, когда тебе говорят там дипломаты-консулы, а другое дело, когда просто народ от себя решил сделать вот такой вот подарок, вот такой жест, да, спеть мусульманскую песню. И поэтому это очень сильно их зацепило. Вот, а во-вторых, Саудовская Аравия – это родина ислама. У Саудовской Аравии есть убеждение, что мусульманам нужно помогать. И когда вышло вот это видео, они увидели, что в Украине есть мусульмане, в армии есть мусульмане, что они сейчас тоже борются. Мусульманам нужно помогать. Большинство мусульман Украины – крымские татары, а вообще мусульман в Украине проживают на самом деле очень много, полтора миллиона, да? Полтора, да, примерно полтора миллиона мусульман. Большая часть из них – это крымские татары, ну и вообще очень много мусульман разных. И турки, месхетинцы очень много, и другие этнические мусульмане. И сами украинцы есть мусульмане тоже, этнические украинцы. Поэтому мусульман, да, очень много, это правда. Очень много мечетей, очень много молельных домов, есть даже школы, вот, и есть даже университет, по-моему. И многие в мусульманских странах этого не знали, и, возможно, не знают до сих пор, что в Украине так много мусульман. Да, да, в основном в мусульманских странах думают, что Украина – это исключительно христианская страна. И когда им говоришь о том, что в Украине полтора миллиона мусульман, что в Украине есть коренной народ, который мусульмане, то, конечно, они, ну, повергаются в шок. Первый Коран, который был издан в Украине, это происходило ещё там в тысячу, по-моему, 800 каком-то году, и он был издан, ну, крымским татарином Исмаилом Гаспринским. Что первая мусульманская республика при Нумане Челевиджихане – это была Крымская республика. Она недолго просуществовала, но это была первая мусульманская республика. Более того, она была, ну, демократическая. В этой республике впервые в мире было разрешено иметь голос в парламенте женщинам. Это очень важные моменты исторические, о которых, к сожалению, большинство не знает. Поэтому я в том числе через свои проекты, через свои клипы пытаюсь это как-то рассказать. Я предполагаю, что у некоторых людей ислам ассоциируется с чем-то радикальным, чтобы вы сказали, что такое ислам. Понимаете, для того, чтобы судить как-то об исламе, нужно как минимум прочитать нашу священную книгу, Коран. Потому что люди разные. Кто-то прикрывается исламом, чтобы делать какие-то свои личностные, корыстные дела, иногда не очень хорошие, даже часто не очень хорошие дела. Но сам ислам, он не радикальный. Для того, чтобы его понять, нужно просто прочитать Коран. И все самые важные моменты, они в Коране чёрным по белому прописаны. Не нужно быть очень умным, чтобы это понимать. Просто, к сожалению, есть люди, которые ислам используют в своих целях, в том числе и политических. Говорят, что нет, ты Коран не читай, вот ты слушай меня, я тебе правильно расскажу, а ты его не поймёшь. Но это неправильно, потому что Коран написан для всех людей. Он не написан для избранных, он написан для всех. И он в своём большинстве, в целом, он написан так, что все его поймут. Все важные аспекты людям обычным понятны. Я этнический мусульманин, то есть ислам — это часть моей культуры. И я вырос в этой среде. И в своём окружении я не видел никакого радикализма. В моей семье отец уважал маму и прислушивался к её мнению. Мама уважала отца и прислушивалась к его мнению. Никто нас не заставлял что-то делать, чего мы не хотим. Ислам, он просто учит себя тому, что в нашем мире существует высшая сила, что всё, что мы имеем, это мы обязаны ей, и нужно быть этому просто благодарными. И да, соблюдать определённые правила, ибо если ты будешь их соблюдать, то в мире будет гармония, будет достаточно безопасно, и будет человек достаточно счастлив, спокоен. Вот и всё. Если мы ещё немножко о музыке говорим, я так понимаю, ансамбль. Вначале я ездил к солдатам на Восток перед полномасштабным вторжением. Расскажите, может быть, подробнее, как всё было, как вы действовали там в ансамбль. Ну, когда я пришёл в ансамбль в 2014 году, мы действительно ездили по всей Украине, давали концерты, в первую очередь для военных. Скажем так, раз в квартал были в зоне АТО, потом это была зона ООС. Да, мы выступали для военных. Ну, военные всегда очень тепло нас встречали. Один раз даже была ситуация, когда на концерте я пел песню. После моего выступления ведущий объявил, что я крымский татарин, который вот приехал из Крыма в 2014 году и пришёл в ансамбль. И после этого зал очень так тепло поаплодировал мне. А потом мне сказали, что просто в этом зале среди военных было очень много крымских татар. Поэтому ведущий хотел подчеркнуть тот факт, что я крымский татарин. И как сейчас ансамбль выступает? Больше, как я понимаю, вы не ездите к солдатам, но большинство там видео и так далее, да? Ну, мы к солдатам не можем ездить сейчас туда, на восток, потому что наш ансамбль очень большой. У нас 100 человек в ансамбле. И такое огромное количество, ну, его присутствие на фронте или при фронтовых зонах – это опасно как для нас, так и для тех, кто к нам придёт на концерт. Это большое скопление людей, которое нам сейчас запрещено. Поэтому в основном, да, мы делаем видео. Также мы сейчас выступаем в школах. У нас, ну, каждый день сейчас концерты в школах. Мы выступаем с патриотической программой для детей, для школьников, да, с целью воспитания, ну, патриотического духа, патриотического воспитания. И, кстати, дети очень тепло нас встречают, всё время танцуют, поют с нами. Мы поём украинские песни и патриотические песни. Я как раз хотел спросить, вот какой репертуар у вас, да, украинские песни большинства, да? Ну, у нас разные есть. Вот сейчас у нас будет там отчётный концерт, то там будет и мусульманская песня, и крымско-атарская, еврейская будет песня там, что там ещё будет. Ну да, остальные в основном это украинские. Также мы выступали, например, на президентском Ифтаре в месяц Рамадан, вот который был там, по-моему, чуть больше месяца назад. Мы выступали ансамблем на Ифтаре перед президентом, перед остальными мусульманами вот в честь месяца Рамадан. Мы пели мусульманское произведение. То есть репертуар наш в целом очень обширный, очень большой. Вот, и западные песни мы поём. Просто сейчас, так как мы находимся, да, там в Украине, в основном у нас песни украинские. И получается ездить где-то тоже за границей? Ну, к сожалению, за границу мы не ездим. Как началась война, мы за границу ни разу не выезжали. С 14-го года, вот. Хотя, ну, я считаю, что нужно это тоже сделать, но не получается. Мы очень хотели попасть, кстати, в Латвию, в Литву, и мы должны были поехать с нашими концертами, но что-то там не получилось. Поэтому, да, мы очень ждём приглашения от вас, от вашей страны. Я надеюсь, что кто-то пригласит, да. Последний вопрос. Как вы думаете, вот насколько важна музыка для боевого духа солдата? Насколько важна, что вы делаете эта работа? Ну, это очень важно, потому что я могу просто сказать по себе. Мне, после каждого моего проекта, мне куча солдат пишут. С фронта, с благодарностью. С благодарностью, что мы выпустили вот эту песню, что мы сняли вот такой клип. Один раз даже было, когда военные мне сказали, ты знаешь, мы в окопе три месяца сидели, говорят, мы пели твою песню каждый день. Это я там через полгода узнал об этом. И, конечно, ну, я когда вот это всё слышу, вижу, я говорю, что, ну, я понимаю, насколько это всё важно. Хорошо, спасибо вам. Тогда ждём вас в Латвии, ваш ансамбль. Я хотел бы просто ещё от себя сказать. Я хочу поблагодарить, ну, во-первых, вас за интервью, за то, что вы ко мне обратились, и за то, что дали мне возможность вот рассказать в вашей стране, да, о том, что происходит в нашей стране. И второе, я хотел бы также поблагодарить Латвию и латвийский народ за ту поддержку, которую вы оказываете нам, Украине, украинцам. Спасибо вам огромное. Спасибо.